Десятки села Тараусской области оказались в ловушке и не простой, а песчаной. Их дома и сарай окружили забучие дюны, которые засыпали несколько строений. Местные власти для решения проблемы посадили Саксаул. Однако, поскольку работа была недоделана, бюджетные средства были зря израсходованы. Ситуацией в отдаленных населенных пунктах ознакомилась наша съемочная группа. Без единственного селия с красного трактора дом Фарузы Султан-Алиевой давно бы оказался под завалами. Тем не менее, песок не дает покоя, все ближе подбирается к дому. Мы испытываем трудности из-за песка. Один-два раза в неделю работает трактор. Трудно. Есть угроза, что дом завалит песком. Засуха и обмеление моря усугубляет проблему. Кочующие пески создают проблемы и для 1300 жителей села Забуруния. Проблема особенно серьезна в селе Исатай, где находится около 300 домов. Небольшое село оказывается посреди дюн из-за штурмового ветра. Жители редко стали открывать окна. Работы по остановке песка, на которую было выделено 115 миллионов тенге, завершились неудачно. Из посеянного 26 875 штук с Аксаула мало что осталось. Последствия некачественной работы испытывают на себе сельчане. Люди недовольны подрядчиком, который посеял с Аксаул в июле и оставил его без присмотра. Сейчас важен вопрос об очистке населенного пункта от песка. Сейчас готовим проектно-сметную документацию, чтобы вывозить пески из села в степь на машине и погрузчиках. Мы занимаемся этой работой. В Акимате отмечают, что недостатки будут исправлены в ближайшее время. Подрядчику, который проявил халатность и не выполнил работу, будет предоставлена еще одна возможность все исправить. Они также дали нам свое гарантийное письмо. Что будут делать? Вчера мы снова отправили письмо. Они берут на себя ответственность за то, что сделают осенью. В случае неисполнения обратимся в суд. Ответственные специалисты говорят, что борьба с песком продолжится. В шести селах, таких как Наран, Сагас, Харабау, Хараколь, Жасхайрат, Бюрек, будет посажен Саксаул.